Всем привет! Американские эксперты всерьез заговорили о крахе американской экономики уже ближайшим летом. И вот, чем эта история может обернуться для российского авторынка. Экономики США уже летом 2023 года грозят проблемы пострашнее кризиса 2008 года. Об этом пишет в американских изданиях экс-конгрессмен Брэндон Вайхерт. Он утверждает, что дефолт и девальвация доллара надвигается на Америку устрашающими темпами и предсказывает, что уже летом 2023 года, отработанный десятилетиями финт ушами, ради предотвращения дефолта по госдолгу США имеет все шансы не сработать. Обычно, когда в бюджете не хватает средств, американский конгресс принимает практически ежегодно в последнее время закон, позволяющий напечатать недостающее количество денег, продав на рынке соответствующее количество федеральных долговых облигаций. Схема прокатывает из года в год. Фантики расползаются по мировой финансовой системе, до тех пор, пока американский госбюджет выплачивает проценты кредиторам, в том числе и за счет заново напечатанных средств. Этот лохотрон успешно работает на государственном уровне. Хотя ровно за такую деятельность в России сел в тюрьму создатель МММ Мавроди. Но это лирика. Реальность же такова, что президент Байден и фракция демократов в американском конгрессе верстают госбюджет на 2024 год в размере 6,8 трлн долларов. При том, что объем госбюджета на текущий финансовый год, то есть до сентября 2023 года, составляет всего 1,7 трлн. Только представьте себе скачкообразное увеличение государственных трат в 4 раза с помощью старой доброй печати фантиков. За счет чего еще-то? Деньги как воздух нужны нынешнему руководству США, чтобы поддержать шатающуюся экономику. Ведь только для ликвидации ползущего банковского кризиса, по оценкам целого ряда западных экономистов, американскому государству в общей сложности потребуется потратить, то есть напечатать 2 трлн. Это уже вдвое больше госбюджета 2023 года. Столь резкое наращивание объема госдолга США пугает всех, кто в теме. Все понимают, что снежный ком заимствований стремительно покатился под гору, и с этим что-то надо делать. А предпринять то уже особо нечего, кроме как девальвировать доллар и сказать классическое «кому должен, прощаю». И произойти это фундаментальное событие может аккурат в конце этого лета, когда в американском конгрессе байденовские демократы будут пытаться продвигать принятие 6,8 трлн бюджета, а республиканцы станут всячески этому препятствовать. Если достаточно большая группа держателей госдолга США, а это преимущественно крупные американские финансовые структуры, посмотрит-посмотрит да и решит, пора делать ноги из этой финансовой пирамиды, тогда все. После этого от американских госбумаг начнут массово и панически избавляться все. Госбюджет США рухнет. Экономическая бомба рванет так, что ипотечный кризис 2008 года в США, от которого мировая экономика не могла потом очухаться еще года 3-4, покажется цветочками. Стремительно зреющие сейчас ягодки обвалят не только фондовый рынок, но и всю экономику штатов. А вы знали, что на автоспот можно найти не только лучшее предложение по стоимости ТО, но и посмотреть рейтинг сервиса и отзывы реальных клиентов? Поэтому, если вам нужно пройти ТО, сделать диагностику или ремонт автомобиля, то вам на автоспот.ру. Ссылку я оставил в описании, пользуйтесь. А ведь именно американский рынок традиционно считают для себя приоритетным, абсолютно все автопроизводители мира. И Европа, и Япония, и Китай. Только представьте, бах, и все схлопнулось. Куда девать продукцию компаниям, строящим свой бизнес на американском потреблении? При том, что в Китае сейчас и так бушует кризис автомобильного перепроизводства. А в России тем временем на рынке недостает не менее 1 миллиона машин в год из-за ухода иностранных автоконцернов и западных санкций. Российский потребитель в описанной кризисной ситуации станет единственной соломинкой, за которую наперебой попытается ухватиться буквально весь мировой автопром. Как угодно – в серую, в черную, в радужную, по демпинговым ценам. К нам постараются сбыть свои машины все. У китайского автопрома, разумеется, будет преимущество. А как считаете вы, сбудется этот прогноз?